МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наша историческая золотая лихорадка продолжается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорим вначале о том, каким оно бывает, это самое золото. А бывает оно не только желтым, но и белым, зеленым и даже черным. Разные цвета и оттенки получают путем легирования, то есть сплавления золота с другими элементами в различных пропорциях. Существуют сотни разных сплавов и соединений. Например, добавление платины окрашивает золото в белый цвет. А добавление меди делает его красным. Белое золото – это сплав золота с белыми металлами, которые и окрашивают драгоценный металл в белый цвет. Впервые оно было получено в 1920 году и с тех пор стало модным ювелирным материалом. Из белого золота часто изготавливают украшения с бриллиантами. Считается, что оправа из белого золота хорошо отражает блеск этих камней. Однако термин «белый» охватывает широкий спектр цветов, а от бледно-желтого до бледно-коричневого, даже бледно-розового. Если сплав золота содержит палладий, то изделие получает бело-стальной оттенок. Платина же окрашивает сплав в белый цвет даже интенсивнее палладия. Если используется нитель, то сплав имеет едва уловимый желтоватый оттенок, а вот покрытое радием ювелирное изделие отдает холодной голубизной. Зеленое золото – это сплав золота и серебра. Когда доля серебра превышает одну треть, сплав приобретает серебристый цвет с зеленоватым отливом и соответствует встречающемуся в природе естественному сплаву золота и серебра, который, кстати, получил название «электор». Между прочим, в древнегреческом языке слово «электрон» означало «янтарь». Этот «электор» знали уже в Древнем Египте в третьем тысячелетии до н.э. В VII веке до н.э. из «электора» в Лидии отчеканили первые в истории монеты. Черное золото получают путем соединения золота, кобальта и хрома с последующим окислением поверхности сплава при высокой температуре. Черное золото существует лишь в виде тонких покрытий, а подробности технологии получения этих покрытий строго засекречены. Стоит такое золото очень дорого. Желтое золото – это классический вариант сплава золота, в который обычно добавляют для прочности медь, серебро или цинк, что, как правило, делает свет золота чуть более светлым. Наиболее древней техникой золочения считается огневое. На Руси этот способ широко использовался с IX века и носил название «жженого злата». Способ представляет собой прокаливание растворенного в ртути высокопробного золота до полного испарения ртути. Так, этим методом проводилось золочение куполов Исаакиевского собора в Петербурге в 1838-41 годах. В результате около 60 мастеров отравились парами ртути и умерли. Сейчас этот способ золочения не применяется. А единственным практичным методом по золоту разнообразных предметов, особенно куполов или монументальных скульптур, является золочение сусальным золотом. Эти тончайшие золотые листы применялись в Древней Индии, в Древнем Египте, в Средневековом Китае и на Киевской Руси. Сусальным золотом были покрыты шпиль Адмиралтейства в Петербурге и фонтан Самсон в Петергофе. С середины XIX века стал активно применяться гальванический метод золочения, при котором изделия покрывают золотом с помощью химического раствора и пропущенного через него тока. Как мы уже вспоминали, монеты стали чеканить из золота еще в древности, в VII веке до н.э. в Лидии. В Древнем Риме имели хождение ауреусы и солиды, а в арабском халифате – динары. В XIII-XIV веках чеканкой золотых монет занялись и в Западной Европе. В 1284 году в Венеции появился дукат. Название «дукатус» происходит от латинского «дукс» – «вождь-полководец», а по-венециански – это «дош». Вес и качество золотого дуката сохранялись неизменными на протяжении более 700 лет. Существовали и так называемые дукаты речного золота – монеты, отчеканенные из золота Дуная, Рейна и Одера. Чеканкой дукатов занимались в Нидерландах и в Австрии. В Киевской Руси золотые монеты появились в конце X века при Владимире Святом. В настоящее время известно 11 таких златников Владимира. Затем на Руси золотые монеты исчезли и вновь появились лишь в конце XV века. Единственный сохранившийся экземпляр золотого угорского времен Ивана III хранится в государственном эрмитаже. В 1701 году Петр I выпустил аналог дуката – червонец. В дальнейшем в России в огромном количестве чеканили подорожание голландскому дукату – так называемые «лабанчики». После официального протеста нидерландского правительства в 1868 году чеканка голландского дуката в России была прекращена. С 1755 по 1805 год, а затем с 1885 по 1917 год в России чеканились империалы – золотые монеты достоинством 10 рублей. В 1897 в результате денежной реформы министра финансов графа Витте в России был введен в обращение золотой конвертируемый рубль. Но с началом Первой мировой войны свободный размен бумажных денег на золото в России был прекращен. А уже при советской власти в 1922 году для оздоровления денежного обращения декретом Совнаркома было решено приступить к чеканке золотого червонца. Выпущенный в обращении в 1923 году советский червонец имел точно такие же массу и пробу, как и царская 10-рублевая монета. Но на красных червонцах красовались герб РСФСР и девиз «Пролетарии всех стран – соединяйтесь». С 1937 года в обращение был введен новый червонец, но он уже не был конвертируемым. Не все то золото, что блестит, говорит народная мудрость. В настоящее время промышленным способом можно получить такое золото, которое на самом деле не имеет ничего общего с благородным металлом. Это абиссинское золото – медный сплав, имитирующий золото по цвету, и северное золото – медно-алюминиевый сплав золотистого цвета. Из этого северного золота отчеканены монеты в 10, 20 и 50 евроцентов. А вот французское золото – это бронзовый сплав, имитирующий драгоценные металлы. Он идет на выделку художественных, галантерейных и отчасти ювелирных изделий. В конце концов не забудем и алхимиков. Ведь на протяжении многих столетий они пытались найти философский камень, с помощью которого уже можно было бы превращать в золото неблагородные металлы, например, свинец. Самым именитым покровителем алхимиков был император Священной Римской империи Рудельф II Габсбург. А датский король Фредерик III за 22 года своего правления истратил миллионы таллеров на поиски философского камня. Саксонский корфюрст и польский король Август II Сильный лично проводил подобные опыты в своем Дрезденском золотом дворце. Но у него ничего не вышло. И в конце концов Август II заточил в крепости Кёнигштайн алхимика Иоганна Бёдгера. Но и Бёдгер не сумел добыть золото. Зато он первым в Европе получил в 1709 году рецепт твердого фарфора. Совсем неплохо, но худой конец. Но это еще не конец нашей золотоносной темы. Ждите следующего выпуска нашей программы «Обыкновенная история». Наша обыкновенность повседневна. Так что до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok